Для этих семерых анапчан сегодня знаковый день. Чуть менее двух лет назад они пришли в Анапский яхт-клуб имени адмирала Ушакова. А сегодня им вручают международные сертификаты на право управления маломерными яхтами. С этим документом юным мореплавателям открыта дорога на состязание международного уровня. Хотя еще в недалеком прошлом многие не подозревали, что яхтенный спорт займет главное место в их жизни. Софью Юнчикову привела в клуб подруга. Я вообще не знала, что существует такой спорт. Я ходила в художку со своей подругой Викой. А Вика уже знала, она пыталась, но он был очень дорогой и платный. И когда она узнала то, что он бесплатный, набирается группа, она позвала меня. И мы вместе пошли. Я вообще не думала, что я буду продолжать этот спорт, но все-таки я продолжила. Сейчас на сборах находится более 40 человек. Спортсмены тренируются в классах 470 парусная доска, а также в детских классах оптимисты лазер. В числе участников сбора как начинающие, так и опытные яхтсмены. Денис Грибанов в прошлом году на международной летней олимпиаде, которая проходила в Рио-де-Жанейро, завоевал 13 место. Он считает, что Анапа – это лучшее место подготовки к соревнованиям всемирного масштаба. Анапа – это просто географически очень хорошее место. И яхтлуб в Анапе просто необходим для подготовки основной команды нашей страны. Потому что многие спортсмены из основной команды часто стараются проводить сборы здесь, именно в Анапе. Это отличная база, которую можно использовать для подготовки у себя дома в России. Потому что у нас не так много база, не так много яхтлубов, даже не яхтлубов, а сколько именно территорий, географических мест, где есть погодные условия, хорошая волна, хорошая погода, где можно тренироваться и готовиться к соревнованиям различного ранга. Учебно-тренировочные сборы продлятся до 11 октября. А уже в середине месяца старшая группа яхтсменов отправится на чемпионат России по парусному спорту в олимпийских классах, который пройдет с 15 по 23 октября в городе Сочи. Младшая группа парусников продолжит свои тренировки. Юным анапчанам предстоит защитить часть Анапы в Геленджике. 1 ноября там стартует всероссийская молодежная парусная регата.